У нас в прошлом году было принято решение, дорогое решение с финансовой точки зрения, о строительстве молодежного центра «Авангард». Он будет построен на базе бывшего танкового училища. Уже выделено порядка 500 миллионов из областного бюджета на первый этап этой программы. Большой общая стоимость составит порядка 2 миллиардов рублей. Мы понимаем, что эти затраты окупятся 100 лицей. Мы понимаем, что этот центр «Авангард» будет акцентирован. Его задача будет подготовка молодежи предпризывного возраста 15-17 лет. И поэтому эту задачу мы обязательно выполним, как и обещали. Глава Преамурья отметил, построить объект не самое сложное. Главное – наполнить инфраструктуру специалистами, которые понимают, как готовить детей, по каким программам. В этой работе правительство рассчитывает на дальнейшее взаимодействие с сотрудниками ДСААФ. Напомню по итогам работы. В 2021 году региональное отделение признано лучшим в стране. Лидирующую позицию Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту удерживает уже четвертый год. За последние три года здесь было подготовлено 622 специалиста по военно-учетным специальностям. Все они убыли в войска. В 1947 году за выдающийся вклад в Ассаве Ахима в деле разгрома немецко-фашистских пантов и победы Великой Отечественной войны наша организация была награждена Орденом Боевого Красного Знамени. В 1951 году организация была переменована в ДОСАФ СССР. Она продолжила те же функции, те же задачи, которые стояли раньше. И уже весь мир знает наших выпускников, так как Юрий Алексеевич Гагарин, Валентина Терешкова, Светлана Светлицкая, только наши космонавты, Герман Титов, Алексей Леонов, они все тоже начинали свой путь с организационных организаций ДОСАФ. По массовым техническим профессиям здесь подготовили более 5000 человек, более 230 парашютистов из числа школьников, участников военно-патриотических клубов, кадетов, выполняют парашютные прыжки. Кроме того, ежегодно здесь обучают по 26 летчиков начальной военной подготовки. За хорошую работу сотрудникам ДОСАФ вручили благодарственные письма. На мероприятии поздравления в адрес ветеранов и сотрудников организации также звучали от заместителя министра образования и науки области Елены Бурдуковской, начальника-двоку Александра Игнатенко, полковника Дмитрия Агеева. Все спикеры отметили важность и значимость работы по патриотическому воспитанию молодежи, которую выполняет Амурское отделение ДОСАФ России.